МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПИЧИС! До Нового года осталось чуть больше недели, но мысли волейболистов казанского «Зенита» вовсе не связаны с предновогодними хлопотами. Утром 22 декабря казанцы отправились в Белгород, где через неделю мы узнаем имя обладателя Кубка России 2014. Итак, предстоящий розыгрыш Кубка вновь станет домашним для волейбольного клуба «Белогорье», которая вместе с московским «Динамо» и кемеровским «Кузбассом» составили группу «Б». Именно хозяева финала шести являются главными фаворитами турнира. Команда Геннадия Шипулина набрала сумасшедшую форму и на данный момент не проиграла ни одной встречи в чемпионате и Лиге чемпионов. К тому же в ряды «Белогорье» вернулся Александр Богомолов, который начинал нынешний сезон в составе Оренбургского нефтянника. Таким образом и без того мощный состав «Львов» пополнился опытным бойцом. Нет, да зал в общем-то неплохой. Здесь атмосфера такая сложная для игры против «Белгорода», но это не говорит о том, что это плохой зал. Это сильная команда просто. Так что будет приятно. До них еще надо жить, лететь и еще смотреть вдаль не хочется. Поэтому давайте для начала завтра. Новосибирский локомотив, Новоуренгойский факел и Казанский зенит. Таков состав группы А. И именно факелу и зениту завтра предстоит открыть в финал шести. Коллектив из Нового Уренгоя называют, пожалуй, главным открытием чемпионата. Серьезно омолодив состав, в первую очередь за счет своих воспитанников, подопечные Юрия Панченко на данный момент занимают шестую строчку в чемпионате. Причем именно факел, обыграв зенит в Казани, завоевал прямую путевку в финал шести. Оставив казанцам лишь надежду на вайлд-карт. Можно сказать, открытие этого сезона. То есть молодые ребята, перспективные, показывают достойную игру. Уже даже не по возрасту, скажем так, 20-летние ребята. С ними надо уже считаться. Так что завтра абсолютно мы серьезно настраиваемся к этому матчу. И ожидаем напротив команду, которая также хочет победить. Так что тут я уже не могу сказать. Будет легко, будет сложно, будет битва. Предматчевая тренировка факела завершилась аккурат перед началом тренировки «Зенита». И стоит отметить, что лидер и капитан команды, опытнейший Игорь Каладинский, не тренировался в общей группе. На правую руку связующего наложена гипсовая лангетка. А это значит, что участие Игоря в завтрашней встрече под вопросом. Что касается «Зенита», то в Белгород прилетели все 16 волейболистов команды. Приболевший на неделе Алексей Спиридонов, испытывающий проблемы с ногой Евгений Севажелес, набирающий форму Алексей Вербов. Абсолютно все игроки приняли участие в предыгровом опробовании зала. С командой прилетел даже Теодор Салпаров, который не сыграет в финале шести. Большинство специалистов называет Вильфреда Леона главным козырем в рукаве Владимира Олегна. Так вот, молодой кубинец наверняка будет играть с удвоенным желанием, так как вместе с Лео в Белгород прилетели его мама и папа. «Нам без разницы, на самом деле, где играть, когда играть и с кем играть. Поэтому во многом у нас команда, которая зависит сама от себя, в первую очередь, насколько мы будем готовы, насколько мы сможем показать то, к чему мы готовились. Да, поэтому настроение вроде неплохое, все хорошо потренировались, более-менее все живы-здоровы. Ну, так что завтра, бой! 23 декабря. Старт Кубка России. Зенит-Казань против нового уренгойского факела. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на интернет-портале sportbox.ru или же на телеканале Sport. Начало трансляции в 16.00 по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова